Чернокаменная крепость усеяна невероятным количеством реликвий, как религиозных, так и светских, плодов труда рук человеческих и работы ксеносов. Причины этого крайне трудно объяснить. Крепость в какой-то степени подобна сирене, взывающей к исследователям вроде меня, и вместе с тем обладает еще и физическим магнетизмом. Мне довелось увидеть остовы целых кораблей, погребенных глубоко под поверхностью Чернокаменной. Среди моих собственных находок оказался и полный сборник «Фармакополиум ксеномалиум» за авторством Архимагаса Яхтена. Многие люди, включая и меня, считали сей малоизвестный труд мифом, но именно там, во мраке крепости, мне удалось взять в свои руки этот невероятный исторический артефакт. На мой взгляд, многие из утверждений Архимагаса до крайности абсурдны, однако среди всей его болтовни, вне всяких сомнений, содержатся некоторые бесценные истины. Приведу вам показательный пример цитатой из начала первой книги. «Владыки мирские, военные и духовные, величайшего, святейшего и всеблагого империума человечества, позвольте же мне с нижайшим смирением представить вашему августейшему вниманию отчет о моих исследованиях различных настоек, химических порошков, таблеток и дистиллятов, кои могут быть извлечены из телесной материи низших рас, в сочетании с подробнейшим анализом эффектов он их. Начну же я с описания полезных частей, содержащихся в туше донарианского дьявола. Первым делом следует удалить глазной аппарат. Он состоит из жесткой кожистой маски, усеянной множеством глаз. Извлеките ионы, стараясь не повредить, и храните во льду до тех пор, покуда они не понадобятся. Ежели съесть око донарианского дьявола, проглотив глазное яблоко целиком, сей орган произведет воистину драматический эффект. По прошествии приблизительно часа после трапезы, зрение улучшится самым что ни на есть необычным образом, выявляя обычно невидимые спектры и позволяя ясно видеть в практически кромешной темноте. Подобный эффект длится всего 2-3 часа, однако даже это время может стать бесценным активом для наших доблестных бойцов, сражающихся с чужеродными тварями, позволяя им различать нападающих, которые обычно остаются скрытыми. Во-вторых, можно вырезать когти, процедуру следует выполнять с величайшей осторожностью, ибо они неестественно острые. После когти можно вшить в перчатки и, выпуская наружу, через кончики пальцев, в случае опасности использовать в качестве потрясающе эффективного оружия. Клыки змеев, известных как слиты, измельчают в мелкий порошок, который при разбавлении водой становится совершенно бесцветным ядом, способным убить за секунды безо всяких следов использования отравы. Однако следует позаботиться о том, чтобы утилизировать использованную для транспортировки яда емкость, поскольку под воздействием оного она расплавится в течение часа, а контакт с содержимым прикончит отравителя с той же неизбежностью, что и предполагаемую жертву. После вываривания в течение нескольких часов нижнюю часть почки амбула можно есть без всякой опаски. Сразу же после употребления она вызовет состояние, близкое к дикарской мании. Эта неестественная ярость может оказаться полезной в безысходной ситуации, ибо наделяет почти сверхчеловеческой силой. Вдобавок, она притупляет боль, что, однако, способна привести к неприятным последствиям. К примеру, когда, одержавший победу, вопреки всему, израненный воин после битвы поймет, что получил несовместимое с жизнью увечья. Происхождение Чернокаменной крепости было и остается непостижимой загадкой. Согласно моей собственной теории, она принадлежит вовсе не нашей реальности, скорее, либо другой галактике, либо вообще иному уровню бытия, управляемому непривычными для нас законами физики и логики. Мне удалось найти элементы узнаваемой архитектуры в строении крепости, как человеческой, так и чужеродной. Но мне кажется, будто бы все это признаки того, что Чернокаменная поглощает пришельцев и мимикрирует под них, примерно так же, как Грег эволюционирует с помощью своей особенной диеты. Думаю, что появление узнаваемых форм в Чернокаменной не случайно, и даже более того, она намеренно вводит нас в заблуждение. Крепость, по сути своей, изгнанный фрагмент самой преисподней, и те части, что кажутся нам знакомыми, являются зримым проявлением ее попыток слиться с нашим измерением. Какова бы ни была истина ее происхождения, Чернокаменная блуждала так далеко и столь долго, что теперь ее хранилища буквально кишат жизнеформами, воспринимающими крепость как свой дом, или же оказавшимися в ловушке в ее постоянно меняющейся конфигурации комнат. Некоторые из этих существ – одиночки, что блуждают во тьме с воплями и воем о своих потерянных сородичах. Но другие размножаются и даже процветают во мраке, прекрасно приспособившись к этому непрощающему ошибок месту. Одна из наиболее распространенных угроз, с которыми мне довелось повстречаться в крепости – это Ургули. Должен признать, что на протяжении своей карьеры мне уже доводилось несколько раз пересекаться с этими существами. Но близкое знакомство с ними, конечно же, не смягчило моего мнения об этих тварях. Ургули представляют собой омерзительных и крайне опасных созданий, которые выглядят так, словно явились прямиком из лихорадочного ночного кошмара. Несмотря на гуманоидное телосложение, своей гротескной сутулостью и страхолюдным обличием, Ургули больше всего напоминают ожившие трупы с содранной кожей. Несмотря на жилистые тела, эти чудища отличаются сверхчеловеческой силой. Однажды мне довелось увидеть, как они разорвали человека на части за считанные секунды, скалясь и рыча, подобно бойцовым псам. Вместо глаз морды Ургули усеяны множеством обонятельных отверстий, применяемых для выслеживания добычи на больших расстояниях. Ургули активно пользовались этим преимуществом на просторах Чернокаменной крепости. В этом месте, где зрение ограничено, а видимость обманчива, слепые Ургули процветают, собираясь в незнающие себе равных по размерам скопища больше, чем мне доводилось видеть где-либо еще. Несколько раз я слышал фыркающие хриплые звуки их приближения и понимал, что над моей экспедицией нависла чудовищная опасность. В своей работе «Фармакополиум ксеномалиум» Эхтен утверждает, якобы у него есть ответ на угрозу со стороны Ургули. Во второй главе своего трактата он заявляет, будто зубы Архонта Друкари, носимые как ожерелье или браслет, внушают этим тварям ужас и заставляют их заискивать перед владельцем украшения, словно побитый пес перед хозяином. Поскольку в моих странствиях по Чернокаменной Ургули преследуют меня на каждом шагу, мне бы очень хотелось проверить изложенную Эхтеном теорию. На торговых площадках преддверия за определенную плату можно найти практически все, что душе угодно, и возможно мне удастся приобрести интересующие меня зубы. Впрочем, для проверки эффективности данного средства мне пришлось бы позволить Ургулю приблизиться ко мне на расстояние нескольких шагов, а я бы не сказал, что горю желанием столь близкого знакомства. Впрочем, мой опыт пребывания на преддверии, похоже, подтверждает гипотезу Эхтена. Беседуя с Ксайлусом Ворзумом, я упомянул о своей неприязни к Ургулям, заинтригованный тем, как Архонт отреагирует. Он кивнул кому-то из своей свиты, и, к моему изумлению, одно из этих пренеприятнейших существ было тотчас доставлено в салон корабля. Архонт отдал твари команду. Невероятно, но та подчинилась, опустившись перед Ворзумом на корточке. Архонт усмехнулся и хвастливым тоном заявил, что человечеству недостает духа истинных владык. «Вы слишком щепетильны, чтобы править», — отметил он. Заметив, что меня не слишком впечатлила его болтовня, Архонт потрепал своего отвратительного питомца за холку и что-то прошептал ему на ухо. Тварь одним прыжком преодолела палубное пространство и моментально вырвала глотку одному из стражников. Следующие несколько мгновений были наполнены омерзительными звуками глотания и чавканья, пока Ургуль набивал брюхо свежим мясом. Друкари подались вперед со своих мест, с наслаждением наблюдая за тем, как чудовище утаскивает свой обед прочь. «Совершенно очевидно, что этот полный насилие спектакль был направлен на то, чтобы шокировать меня и произвести впечатление, но в то же время он только подтвердил мое мнение об Эльдаре, как о несчастном, заблудшем народе, запертом в плену собственных нездоровых пристрастий». Птера белок можно встретить по всему империуму. Эти маленькие и безобидные на вид грызуны обычно населяют лесистые регионы и настолько легко приручаются, что порой их держат в качестве домашних питомцев. Они могут летать с помощью покрытых мехом кожаных мембран, которые простираются от их передних конечностей к задней части туловища. Еще до прибытия на преддверие до меня дошли слухи, что в этих существах скрыто больше, чем мне кажется на первый взгляд. Но лишь после того, как я увидел нескольких особей на одной из торговых площадок космической станции, мне открылась шокирующая правда. Белки были надежно заперты в клетках, и не без причины. Их тела обугрились неестественно раздутыми мышцами, деформированные зверьки в слепом неистовстве атаковали прутья своих клеток, клацая смертоносными клыками и демонстрируя мощные когти. Торговец объяснил, что в процессе ускоренной эволюции Птеры Белки порой мутируют и погружаются в это дикое, плотоядное состояние. Пожалуй, наиболее сомнительный из моих контактов на преддверии это Райан и Раус. По их оружию и униформе я мог бы предположить, что передо мной дезертиры из полков Астромилитарум. Так что я работаю с ними только в случае крайней необходимости. Они, мягко говоря, не особо расположены делиться историями о своих былых похождениях. За исключением того факта, что время от времени ратлинги упоминают вспомогательную ауксилию, называемую длиннороги, по отношению к которой они, похоже, испытывают чрезмерную гордость. Представляется очевидным лишь то, что они обладают сильной эмоциональной или даже семейной связью со своими братьями по Астромилитарум. Когда же кто-то проявлял излишнюю активность в расспросах, Райан и Раус умолкали, становясь угрюмыми и даже агрессивными. Я решил не касаться этой темы лишний раз. Во время одной из вечерних попоек в рулевом мне удалось выведать еще немного подробностей о подвигах ратлингов на Чернокаменной и в близлежащих системах. Байки, которые они травили, были столь нелепы, что в них трудно было поверить. Райан и Раус вещали о бургулях на свободе в преддверии, о психических допросах и тому подобном, но при здравом размышлении я задался вопросом, не скрывается ли за похвальбой близнецов крупица истины. Однако в случае с Птера-белками ратлинги неожиданно продемонстрировали свою полезность, предоставив мне бесценную информацию о том, насколько опасными могут быть эти существа. Как-то раз в одном из пятийных заведений преддверия мне довелось наблюдать за злобным свирепым на вид гвардейцем по имени Свинцовой Ботинки Кирхер, который сидел в одной из больших кабинок, расположенных вдоль главного сауна. Одет он был просто, его форма лишь поверхностно выдавала принадлежность к астромилитару. А невероятно мускулистые грудь и руки солдата оставались открыты, демонстрируя впечатляющую коллекцию шрамов. Именно эти старые раны привлекали внимание пьяной толпы, что наперебой расспрашивала Кирхера об обстоятельствах их получения. Во оплату за каждую из своих брутальных историй боец требовал выпивки и, судя по целому строю пустых чарок, громоздившихся на столе, я пришел к выводу, что он уже успел рассказать немало занимательных вещей. Увидев шанс побольше, узнать о чужеродных хищниках, я подсел рядышком и включил Вокс в своем окулярном имплантанте. Признаюсь, я счастлив, что поступил именно так. Обильное количество выпитого Кирхером алкоголя, похоже, не оказало на него никакого воздействия, и боец приступил к детальному, весьма увлекательному описанию удивительных ксеноформ, населяющих его родной мир, Катачан. Вернувшись на авангард, я приступил к работе и сумел превратить его кровавые воспоминания в список из нескольких животных видов, о которых прежде никто никогда не слышал. Записанные здесь воспоминания Кирхера могут показаться фантастическими, однако, пообщавшись с ним лично, могу с полной уверенностью утверждать, что Катачанец вовсе не из той породы людей, что любят хвастаться. Он рассказывал свои байки лишь для того, чтобы напиться как следует, и его буквально окружала трагическая аура. Не удивлюсь, если он, подобно многим другим на преддверии, однажды оказался на мели из-за чернокаменной, и теперь сидит без гроша в кармане и возможности уйти. Катачанский дьявол — это, похоже на скорпиона, паукообразное существо, способное вырасти до 100 футов в длину. У него зазубренный хвост со смертоносным жалом и пасть, ощетинившаяся ядовитыми щупальцами. Тропические леса Катачана буквально кишат ими, и местные гвардейцы считают, что убийство подобной твари — это ритуал посвящения. Кирхер решил описать свою первую встречу с одним из них, особо отметив, что в соответствии с Катачанскими традициями отправился на охоту с одним только боевым ножом. После нескольких ран, боец продемонстрировал ужасные шрамы, ему удалось таки приблизиться к твари на достаточное для смертельного удара расстояние. Пустучав по своей металлической ноге, Кирхер беспечным тоном заметил, что намеренно позволил дьяволу сомкнуть челюсти, чтобы получить возможность пробить ножом слабое место в панцире чудовища, покуда то пировало его конечностью. Он знал, что эта уловка будет стоить ему ноги, но все-таки счел это достойной жертвой в обмен на возможность попасть в полк. Катачанские дьяволы – исключительно территориальные существа. По словам Кирхера, эту особенность можно обратить против них. Солдат утверждает, что дьяволов довольно легко победить, просто поместив рядом сброшенный панцирь другой особи в качестве приманки. Катачанского дьявола настолько поглотят попытки уничтожить мнимого соперника, что прикончить зверя окажется плевым делом. Сам Кирхер считает подобные хитрости уделом трусов. При этом он имел наглость предположить, что если я когда-нибудь окажусь в джунглях Катачана, мне наверняка потребуется использовать подобную тактику. Даже по меркам ветеранов Астромилитарум Кирхера можно назвать уродливым малым. Его лицо кажется грубым и угловатым, словно его высекли зубилом, а черты лица не вполне соответствуют костной структуре. Выяснилось, что подобным обликом он обязан неприятному инциденту, который потребовал пересадку нового лица. Снятого с одного из погибших товарищей Кирхера. Его собственное было уничтожено существом, известным как Катачанский лицеед. Лицееды – представители фауны, которые мимикрируют под флору и в изобилии встречаются в родных джунглях Кирхера. Обычно они напоминают большой бледный лист или тонкую ножку гриба. Однако некоторые копируют иные формы растительности, такие как виноградные лозы и лианы. Лицееды терпеливо ждут месяцами или даже годами между приемами пищи, свешиваясь с ветвей деревьев или плавая на поверхности водоемов. А затем, когда добыча приближается, набрасываются на нее в молниеносном прыжке. Они начинают пищеварительный процесс сразу же, как только соприкасаются с лицом жертвы, перекрывая воздушные пути, чтобы задушить ее и получить возможность спокойно отложить личинки в мертвое тело. Кирхеру и прежде доводилось видеть этих существ в действии. Когда он наклонился, чтобы напиться из ручья, одно из них вцепилось ему прямо в лицо. Солдат прекрасно понимал, что жить ему осталось всего несколько секунд. Не мешкая, он выхватил боевой нож и вырезал им себе кожу, после чего бросил ее обратно в ручей вместе с паразитом. Похоже, что Кирхер совсем не тревожился потерей, утверждая, что новая физиономия нравится ему гораздо больше. Внешне большая бахающая жаба напоминает обычную амфибию. Она укрывается в темных сырых местах и не отличается наличием смертоносных когтей и рогов, что украшают большую часть дикой природы Катачана. В действительности же это особенно пугливое существо, крайне опасное в силу своей физической и психической нестабильности. Если бахающую жабу застать врасплох, она взорвется. Кирхер объяснил, что получил ожоги на правой стороне своего тела в тот день, когда остальная часть его отделения потревожила одну из жаб. Он осматривал периметр в полумиле от товарищей и оказался единственным, кто уцелел в последующем взрыве. На шее Катачанца болтается что-то вроде обветренной кожи. По словам солдата это все, что жаба оставила от его сержанта. С тех пор я провел более детальное исследование и обнаружил, что жабы способны к аутофизу, внутреннему разрыву тканей, активирующему взрывную железу-крепитацию. Известно о нескольких попытках превратить этих существ в оружие, но их врожденная нервозность делает изыскания крайне опасными. Планторум мориферум — это малоизвестный текст, не приписываемый какому-то конкретному автору, и в то же время представляющий собой исключительно полезный справочник по ксенофлоре. У меня нет времени включать в настоящую книгу каждую главу, но раздел, посвященный растениям катачанских джунглей, дает отличное представление о том, как инопланетная флора может быть столь же смертоносной, как и чужеродная фауна. Листья мозголистового дерева обладают удивительной способностью летать по воздуху, совершая движения, напоминающие птичьи. Листья кажутся безвредными ровно до тех пор, пока не приземлятся на живое тело, после чего пускают в ход зазубренные усики, чтобы прикрепиться к плоти своей жертвы. Удалить листья практически невозможно, единожды закрепившись, они вводят усики глубже в тело добычи, сцепляя их с ее нервной системой. С этого момента жертва становится бездумным рабом листа, способным разве что к выполнению простейших моторных функций. Таким образом, если листу что-то угрожает, лишенный разума хозяин мгновенно бросается в бой, отчаянно сражаясь за его безопасность. Листь будет обитать внутри хозяина, как правило человека, до тех пор, пока тот не истощится, после чего займется поисками нового. Невероятно, но солдаты различных катачанских полков астромилитарум мчатся напролом через рощи мозголиста в качестве обряда посвящения. Хотя мне доводилось слышать, будто катачанский гвардеец, чей разум парализован этими жуткими растениями, вероятно, все такое же красноречивый, как и его товарищи. Способы, посредством которых укореняется жизнь, временами столь же разнообразны, сколь и шокирующие. Шипарник — это круглое шарообразное растение, покрытое острыми игловидными колючками. Вибраций, вызванных движением прохожего, вполне достаточно для запуска атакующего механизма растения. Шипарник стреляет колючками во все стороны, и если хотя бы одна из них пробьет кожу невезучего существа, оно обречено. Мутагенные токсины наводняют кровоток жертвы и начинают изменять ее анатомию. Если жертва оказывается человеком, она может бродить на протяжении еще час или двух, выращивая шипы из своей плоти, но яд действует настолько быстро, что несчастный даже не успевает обратиться за помощью или понять, что с ним происходит. На следующий день инфицированный полностью преобразится и станет неотличима от растения, которое его отравило. Сложно сказать, является ли вдох трава настоящим растением или же представляет собой некую форму грибка. Она растет на стволах деревьев и внешне напоминает виноградную лозу, однако если мимо проходит человек или зверь, вдох трава разлетается во все стороны облаком переносимых по воздуху спор. И если хотя бы одна из них попадет в рот оказавшегося рядом бедолаги, она прикрепится к его языку. На данной стадии ее жизненного цикла спору еще можно удалить, но поскольку она кажется не более чем незначительным волгарем, ее часто упускают из вида. Спустя день или два она впитывается языком хозяина и исчезает из поля зрения. В течение последующих нескольких недель спора поедает язык изнутри, разрастаясь до тех пор, пока не займет место исходного органа и не станет неотличима от него. Хозяин может понятия не иметь, что его язык в действительности голодный растущий паразит, который поглощает большую часть проходящих через него питательных веществ и выделяет при этом еще больше спор. Хозяин постепенно истощается и умирает. С его последним вздохом псевдоязык растворяется, высвобождая взращенные споры и засевая новую порцию вдох травы. Венерина-человеколовка – это крупное плотоядное растение, которое служит прекрасным примером того, как агрессивные природные свойства флоры и фауны Катачана приняли шокирующие крайности. Как и ее предпочитающая мух-меньшая тезка, венерина-человеколовка способна захлопывать свои колючие листья словно челюсти, захватывая в ловушку любого глупца, оказавшегося в пределах досягаемости. Однако в отличие от венериной мухоловки, это растение недовольствуется простым ожиданием проходящей добычи. Его усики и листья способны бросаться и атаковать жертв, находящихся на расстоянии многих футов от основной части растения, утаскивая их к верной гибели с силой крупного хищника. В некоторых полках катачанских джунглевых бойцов бытует традиция, согласно которой претенденты на звание сержанта обязаны вырвать лепесток из самого сердца «Человеколовки». Как-то раз в разговоре с потрепанным воином джунглей Кирхером по прозвищу «Свинцовые ботинки» я поинтересовался, какую породу чужаков он считает наиболее опасной. Его ответ был подобен звуку танковых гусениц, перемалывающих щебень. Последний враг. Что за последний враг? Ченсу. Охотятся в дельте Сальвуса. Издревле. Истории о ней рассказывались с тех пор, как первые поселенцы прибыли на катачан. Убийца-убийц. Королева джунглей. Нет более смертоносного охотника. Смертоноснее любого другого альфа-хищника? Я их достаточно повидал. Ты даже представить себе не можешь, тиранец. Самая здоровая из больших кошек. В броне из костяных пластин, словно ящерица. Собеседник непроизвольно издал странный рычащий звук, который, казалось, исходил прямо из его кишок. Похоже, что он и сам этого не заметил. И она черная, как смоль. Если ты заметишь ее, то увидишь только глаза. А если проживешь достаточно долго, то и внутренности. И одна из этих тварей нашла тебя? Напала? Я ее нашел. Дельта Сальвуса охраняется двенадцатым Катачанским. Ну или так предполагалось. Двенадцатый размещался там три сотни лет. И ничто не могло прорваться через его укрепление. Но когда я привел свое отделение в казармы Ларо, нам сообщили, что Бастион Сальвуса пал. В конечном счете, последний враг устал от чужого присутствия на своих землях и положил кучу народу. Мы были ближе всех, так что я решил отправиться и взглянуть, что можно сделать. Без Бастиона, сдерживающего джунгли, они бы снова захватили всю Дельту. Расклад не из лучших. Мы были где-то неподалеку от Бастиона, когда начали понимать, что уже слишком поздно. Джунгли атаковали нас человеколовками, душилками, маморфами, кровавыми осами. Да вообще всем, что было, с большей целеустремленностью, чем когда-либо. Они валили нас одного за другим. Крушили, сжигали, пожирали до тех пор, пока не осталось ни одного из моих парней. Я понял, что в одиночку мне никак не вернуть Бастион. Штаб вызвал меня в Ларо, чтобы дождаться подкрепления. Солдат подался вперед и облокотился о стол, его глаза буквально пылали. Но я не собирался идти назад, только не после того, что она сделала. Все мои люди погибли из-за нее. Я собирался заставить Чансу заплатить. Едва я направился вниз по берегу реки, как Гроксы начали паниковать имитация, вырывая деревья, словно наступил конец света. Они сломали мне ребра и челюсть. Оторвали одно ухо, но я скрылся под водой, пока они не натворили чего-нибудь действительно серьезного. Проклятые бичугри высосали половину моей крови, но у меня под рукой оставалось достаточно стимуляторов, чтобы сердце продолжало работать. Доплыв до противоположного берега, я направился вниз, прямиком в долину, где находился Бастион. Он сделал паузу ради очередной порции напитка и снова издал странные кряхтения. Я довольно быстро понял, что-то тут не сходится. В джунглях зияли выжженные дыры, огромные полосы леса просто исчезли. Так могли поработать разве что взрывчатка или огнеметы. Затем, когда я начал осматривать трупы бойцов 12-го, приметил еще кое-что непонятное. Чансу может вырвать тебе кишки, может откусить и сожрать твою голову, но стрелять-то она точно не умеет. А половина найденных мною тел была раскурочена разрывными снарядами. Раны на остальных телах будто бы нанесли цепными мечами, а вовсе не клыками. Я сказал штабу, что лучше бы им привезти побольше людей. А затем направился к Бастиону, держась поближе к земле, пока подбирался к стенам. В глазах Катачанца вновь промелькнула злоба, но я почувствовал, что на сей раз она направлена не на меня. Я вышел прямо на них. Он впился взглядом в опустевшую кружку, и я передал ему свою выпивку. На кого? Зеленокожих. Орков? Он кивнул. Это было вовсе не Чансу. В донесениях говорилось, что ее заметили в этом районе. Но вместо этого я набрел на дюжину зеленокожих, занятых растаскиванием химеры, на запчасти. Когда я заорал на них, ублюдки открыли огонь. Ты кричал на них? Чертовски верно. Я был в ярости. Он махнул рукой, демонстрируя месиво сморщенных шрамов на груди. В меня немного прилетело, но я был слишком зол, чтобы заметить. Он снял ожерелье со своего патронтажа. На цепочке висели громадные желтоватые резцы. Я был слишком взбешен, чтобы убить их так, как полагается. Должен был заставить их страдать. Но здравый смысл оставил меня. Расстреливал скотов одного за другим. Словно на гроксов охотился. Ты перебил их всех? Кирхер вновь издал странный звук, что-то среднее между урчанием и рыком, и я понял, что это был смех. Нет, всех я не перебил. Но я так думал. Как идиот. В общем, я вышел прямо на середину посадочной платформы, бастиона. И давай осматриваться. И тут до меня доперло, каким образом зеленомордые устроили здесь такой бедлам. Когда я проходил мимо убитого в хлам посадочного модуля, меня атаковала целая орава. Коточанец повернулся, чтобы продемонстрировать мне свою могучую спину. Она была сплошь покрыта еще более жуткими шрамами. Словил еще несколько попаданий, пока не укрылся как следует. Как только я спрятался за посадочным модулем, открыл огонь в ответ. Но орков было до хера. Я наделал там внушительную кучу тел, но у меня заканчивались боеприпасы. И все время, пока шел бой, я видел, что на противоположном берегу реки кто-то наблюдает из-за деревьев. Мне показалось, что это вождь, трусливо ожидавший моего поражения и возможности добить меня, совершив таким образом последнее убийство. Это выглядело бесхребетным для Зеленокожего. Но я догадался, что это один из коротышек. Кирхер умолк, глядя куда-то перед собой. Тогда-то оно и случилось. Что именно? Я расстрелял последние боеприпасы, и орки полезли на платформу, улюлюкая и стуча оружием по своей собранной из всякого хлама броне. Задал я им жару, что ни говори. Так что они едва ли не лаем собачьим заливались, подбираясь ко мне. Но у меня еще оставался последний трюк. Он ухмыльнулся, демонстрируя разбитые зубы. Я приготовился встретить их с зажатой в кулаки осколочной гранатой, с выдернутой чекой и опущенным рычагом. Как только Зеленые подобрались бы ближе, забрал бы с собой как можно больше засранцев. Я пододвинулся ближе, заинтригованный его рассказом. Но ты не воспользовался гранатой, иначе тебя бы тут не было. Что же ты сделал? Он откинулся на спинку стула с очередным ворчливым смешком. Да ничего я не сделал. Это все она. Я находился на грани того, чтобы стать шрапнелью, когда она спрыгнула с деревьев и разорвала их на куски. Кто? Ченсу. Она была великолепна. Здоровая, словно химера. Чешуйки на морде блестят от вспышек выстрелов. Колючий хвост извивается подобно змее. Челюсть распахнута и... Боец замолчал, глаза его широко раскрылись. И этот рев. Никогда не слышал ничего подобного. Итак, это... Кошка-рептилия перебила зеленокожих? Всех до единого. Она даже не заметила их выстрелов. Это была настоящая бойня. А затем, когда Ченсу закончила рвать их на куски, она неспешно подошла ко мне и уставилась на меня. Прямо в глаза смотрела. Будто бы заглядывала мне в душу. Мне доводилось встречаться лицом к лицу с хищниками высшего порядка. Воображение тут же нарисовало столь живую и яркую картину, что сердце забилось быстрее. Получается, она спасла тебя? Увидела, как ты сражаешься и решила, что тебя стоит спасти. Рассказчик продолжал смотреть в пустоту, неопределенно кивая. Затем до него дошло, что я только что сказал. Спасла меня? Он расхохотался. Это шутка такая. На Катачане? Черт, С-2 она меня спасла. Он поднял свою металлическую руку. Полруки она мне откусила, вот что. А затем начала меня шрать. Но ведь ты живой? Он кивнул, оглядывая бар. Граната все еще оставалась у меня в руке. Как только Ченсу откусила ее, взрыватель активировался. Я откатился в сторону, но в этом уже не было нужды. Ее же собственная броня запечатала взрыв внутри тела. Но внутренностям тварь это не сильно помогло. То, что вылетело из ее ноздрей, выглядело даже хуже, чем мой сухпайок. Подписывайтесь на наш сайт, где вы сможете найти несколько сотен видео на любой вкус. От былинных сказов до репортов по различным варгеймам. А еще не забудьте подписаться на наш второй канал, на котором выходят обзоры новых фильмов, летсплей настольных игр и игро-стримы. Ссылки в описании, подпишись сам и приводи друзей.